Музыка Так, друзья, конец сентября, вот воспитание молодёжи продолжается. Очередной, это первого, ага, потолкни, мне для этого надо в воду залезть, нет бы чуть-чуть подальше, и опыта нет, надо было сесть там, где глубже, а ты сел там, где мелко, ну ничего, привыкай, покрутись, покрутись на месте, вот. Это легко исправить, если пересесть на ту сторону, где, на ту лавочку, и тогда ты поплывёшь, поверь мне. Так, ну сейчас сядешь на мокрое, постили, постили, постили в начале, вот, вот сейчас сядешь, там глубже, сейчас она отодвинется. Вот так вот. Сегодня мы ещё твой спас жилет пытались купить, вот, ну и неудачно. Ничего, найдём в другом магазине. Всё, поплыва, видишь, как надо было сразу. Ну, желаю удачи. Дождь кончился, а мы начали лодку под дождём качать. Ты что-нибудь там видишь под этой, под капюшоном? О, так ты, оказывается, уже маленько можешь. Сто метров туда, обратно. Работать со всей силы, качать мышцы. Засиделись, ребята, целыми днями, целыми неделями за этим, за телефонами. Самое интересное, что там столько дерьма в этих программах, которые дети смотрят. Как угодно, улучшай любую минуту. Чем можно ребёнка подкупить? А вот чем. Вот он, спиннинг. Вот. Пусть не клюёт, но зато научится забрасывать. Озеро какое-то особое. И рыба тут есть. Но она никогда не клюёт. Рыбаки уже столько лет обхаживали его. Бесполезно. И рыба есть. Но главное-то сейчас не это. Вот выглядело солнце. Ехали. Тимошу сказал, я дождя не боюсь. Вот результат. На скорость, на скорость давай. На скорость. Мышцы качай. Вот. Как-нибудь купим спа-жилет. И поедем в следующий раз качать лодку на Енисей. А Енисей ледяной. Вот. Ответственность там стократная. Но ничего. Вдоль берега буду всё равно его тренировать. А завтра у нас клуб Моржеи. Ну там мы свои ребята. Нас там знают. Там проблем у нас не будет. Парилка. А потом воду. Потом парилка. Потом воду. Потом парилка. И домой. И так каждые три дня. К сожалению, у нас всё в единственном счисле. Ещё три дня назад мы купались. Ну не в Моготу. Вот нет в этот день клуб Моржеи закрыт. Подходим к берегу, раздеваемся и плавать. А вода, догадываетесь какая. Вот. Вода где-то порядка 6-8 градусов сейчас. Не сдаёмся. А что будет дальше? Дальше плавный вход в зимнее расписание. Каждые три дня купаться, купаться, купаться. Польшой год потеряли из-за того, что вторую смену учился. В этот год не упустим. Парень растёт. Вот. Чтобы не выросла девчонка. Я уже в который раз говорю. Страшная ошибка совершена. Никто. Такое впечатление, что слуги дьявола командуют нами. Никто. Ни министр, который занимается, называется министр науки и высшего образования. Ни академия наук. Никто не поднял тревогу. Ни министр просвещения. Никто. Ни те, кто занимается малолетками, дошкольное образование, не сказал ни разу, нигде. Караул. Памперсы убивают в мальчиках, мужчин будущих. Вместо сильных мужчин вырастает слабое. А это связано с отсутствием, с невыработкой полноценных гормонов мужских, которые образы называются. Которые принято называть тестостероном. Вот. Обидно, страшно. Что ж творится-то, друзья? Слабые мужчины становятся геями. Количество геев в пропорции растет. Ужасство творится. Нация погибнет обязательно. Я говорю, да, учите английский, учат. Но учите теперь не английский, китайский. Китай ближе, чем Америка. И даже Англия. А главное, посмотрите кругом. Вот. Период такой. Ну, все, лето не было дождей. Ну, вот два дня шли дожди. Вот мы поймали промежуток, видите? Потом снова пойдет дождь. Но этот промежуток, здесь должно быть полно народу. Как случилось, что то, что было нормой. Здесь должна быть единственный водоем рядом с городом. Единственный. Который не высох, когда была полугодовая засоха. Здесь должна быть лодочная станция. Здесь должны быть не просто, да, вот это называется наш пляж. И вот этот пляж летом работал. Вот дело. Еще, еще, еще. Разворачивайся. Еще давай разворачивайся. Качай мышцы. Это тебе за то, что ты сидишь с вами с телефоном. Давай, 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 давай. Что, уже устал? Да. А, вот именно, за пять минут. Представляешь, как дыхалки нет. Мышцы, это самое, жиром заплыли. Что, вылазить будешь? Нет. Давай, сиди, отдыхай и снова плыви. Вот здесь должно быть десяток, сотни лодок. Это все-таки не Енисей ледяной. Сейчас здесь градусов 10 воды, 12. Да, купаться в такую погоду только смельчаки могут. Но если поставить с собой задачу воспитать поколение детей, закаленных, для детей, вы знаете, все лето у меня был бассейн накачанный. Так. Ну, такой обычный. И двое, трое моих, четверо, максимум четверо детей, они, как мы, гнали оттуда. А ведь вода была часто очень холодная. Не всегда была жара. Очень холодная. А их не вытащить оттуда. У них от природы эта закалка. Но ее надо сохранить до взрослого состояния. Тогда у мальчиков после этой холодной души, по этой холодной воды, после вот заплывов, вот тут вот, ну, естественно, в этих, в жилетах спасательных, в заплывах в этих, чтобы не утонули, вот они только тогда и могут развиваться. Визическое развитие – это даже не только гормоны мужские, которые дают мышечную массу. Это и ум одновременно. Извините, девчата, но парни изначально должны быть умнее вас. Есть еще поколение полумужчин. Это, так сказать, та самая радуга, помните? ЛГБТ. Среди них много талантливых детей. Очень много. Вот. Но это уже, как сказать, есть. Когда-то делили так – физики и лирики. Физики – это, понятно, сильные мужчины с развитыми мозгами, вот, в которых полнота сестерона. Физик – это не обязательно этот сушеная акула, вот, как принято было говорить. Не обязательно это ботаник хлипкий. Это и походы, и турпоходы, и эти же ребята покоряли не только эти самые атомы, помните, старые фильмы, но они и покоряли Эверест, и покоряли и этот, и Казбек, и покоряли любые вершины, которые попадались на пути. Трех этих самых километровых, пятикилометровых, семи. Вот. Все это было. А ЛГБТ – очень большой процент этих самых, среди них талантливших людей. Они могут быть поэтами, вот, пусть у них мышцы не так развитые. Они могут быть танцорами, балерунами, певцами. Тут их большой процент. Их должен быть малый процент от, это самое, от, так сказать, от порости мужской. Малый процент. Но вот именно они становятся гениями именно там, где искусство. Когда-то поделили на физиков, лириков. Вот это и есть лирики. Никто ничего против него. Они естественные, среди них большой процент геев. Вот. Это естественные геи. Они от природы геи. Они такие же нормальные, как и мы с вами. Но искусственные геи – это те, кто искусственно вырос в этих самых памперсах, подгузниках, в тесных плавках. Все время у них полоорганы зажаты между ног, потому что они много сидят. Они много лежат. Они спят под теплыми одеялами в трусах, еще и в тесах. Вот. Они мало двигаются. Это искусственные геи. А это бывшие, несостоявшиеся мужчины. Это трагедии для семей, трагедии для будущих жен, которые никогда не испытают счастья, близости с мужчинами. Настоящего счастья, настоящей близости. Вот это вот я хотел сказать. Тимош, давай второй заплыв. Ты меня слушал или нет? Или ты о своем думал? Слушал? Ну это еще не для детеских ушей. Я сколько времени отучаю его? Все время в шортах, трусах. Или шорт, или трусы. Со скандалом заставишь что-то одно снять. А потом на другой день все сначала. У меня внуков хватает. Их мамам все это по барабану. Все, что я вам говорю, они не то что не знают, они знать это не хотят. Они не прилижают значение, так же как миллионы других женщин. Пока не выйдет на трибуну самый главный мужчина страны. Например, президент. Он же спортсмен, несмотря на возраст. Он же этот самый, рукопашник, или как он там? Вот. Под жар и все. Ну неужели трудно объяснить, что ребята, у вас семьи современные. У вас сколько сейчас этих... Почти каждая семья имеет совершенную машинку. Стиральную. Дети подрастают. Не одевайте на них подгузники. Не одевайте на них эти памперсы. Пусть пачкают пеленки с первого дня жизни. Вот. Постирайте, ничего. Ну хотя бы часть, чтобы часть какая-то, которые поймут. Ну и пока не будет команды самую вверху. Спасайте поколение парней. Ничего не изменится. Вот что мне обидно. Ну что, пока пример мой. Мы не первый раз на этом озере. Вы уже догадались, да? Мы приезжаем сюда купаться, когда была жара. И когда так похолодало, что из воды вылазит синий от холода. Но никогда, никого. Вот последний месяц. Ну пару человек приезжают шашлыки жарить. Там одна-две машины. Но в воду никто не лезет. Нет такого этого. Эти были мы последнюю субботу на ФОК. Как он? Физкультурно-оздоровительный комплекс. Тренажеры. Ни одного человека, ни одного мальчишки. Две старушки с этими, с палками лыжными бегают. Не бегают, а ходят. Но пытаются пройдить молодость. Две старушки. Другой раз видели только одного мальчишку, кроме нас. Все. И еще одного старика. Это на весь ФОК. Это суббота была и понедельник был. А в понедельник была такая погода изумительная. Прошлый понедельник. И опять кроме нас никого. Так что же это такое? Где все это детское поколение? Ведь бывает, что по субботам работают, а бывает не работают эти же самые секции. Даже на улице все дети должны быть. Вспомните дворы 50-х. Девочки прыгают на одной ноге по этим квадратикам. Парни играют в эти... Ой, что вспоминать-то мою молодость. Но зато я вырос таким. Зато мне 72 года. И для меня вот сейчас раздеться, залезть в воду ничего не стоит. Кстати, а я сейчас и залезу. Вот. Вы верите, что я не болтун? Что сейчас, когда на улице с утра было минус... Ой, плюс 4. Сейчас, правда, потеплело. Сейчас Тимошка вернется. Вот. У меня с собой всегда полотенце, плавки. Все со мной. А я, чтобы не быть болтуном... Итак, сегодня какое число? Сейчас помню. Сегодня среда. Вебинар был в понедельник. Это было, по-моему, 26-го. Тогда сегодня, наверное, 29-е. Или 28-е? Ну, наверное, 29-е. Вот потом фотография одна этой будет. Сейчас я отключусь. Переведу на фото. Еще пофотографирую Тимошку. А потом его заставили меня сфотографировать по пояс в воде. Буду позировать перед вами. Вот. И окажется, что я не болтун. Что для нас это есть норма. Но это норма. Я, когда мы были на Несе, там холоднее намного. Вот. Вода. Да и это... Некомфортно, когда... Все время на грани. Сейчас несет и не выплывешь. Вот поэтому я стараюсь в эти дни сюда более безопасное место привозить. Но я хочу сказать, что я все время подчеркиваю. Тимоша, смотри, опять мы одни. Мы одни на весь Несей. Мы одни на единственное озеро карьер в районе Саиногорска. Никогда никого не бывает. Ты вырастешь такой. Ты будешь самый умный. Ты будешь самый исключительный по физическим кондициям. Только потому, что рядом не больше нет никого. Вот. И опять на простой ноте заканчиваю этот разговор. Сейчас, ребята, хоть снимаются. Да, запись снимается. Вот. Ну что. Через полчаса поздравьте меня с легким паром. Я отключаюсь, начинаю раздеваться. Ну, а фотографию, что я не болтаю, покажу. Где. Ну, на очередной вебинаре. И опять призову снимать с детей памперсы, подгузники, тесные трусы, менять образ жизни. Это трагедия всей страны. Понимаете? Всей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.